Привет, меня зовут Даша и сегодня я опять хвастаюсь. Выложила я тут одну вещицу, называется алмазная мозаика. Ещё её называют в народе алмазная вышивка. Я не понимаю почему, потому что для меня вышивка это всегда махание у иглы, а здесь иглы нет. В общем, выглядит это вот так. Здесь две рыбки и иероглиф, если верить создателям, означает богатство. Я не проверяла, может быть и нет. Все мы знаем ситуацию, когда люди думают, что делать себе татуировку с иероглифом китайским одного значения, оказывается, что вместо мудрости он означает суд. То есть здесь я не на 100% верю создателям, но была такая информация, что это иероглиф богатства. Выбор я делала не из-за того, что хочу разбогатеть, а просто мне понравилось очарование. У меня ушло месяц на это дело, но тут уже всё индивидуально получается у людей. И сейчас я расскажу, как я к этому пришла, какие у меня впечатления и так далее. Всё, всё началось. Я увидела у человека, как выкладывается эта мозаика и загорелась, закричала, что я тоже так хочу. На секундочку, размер у человека был почти такой же, как у меня, только у меня квадратный, там что-то 29,7 на 29,5. А у человека, по-моему, 300, там что-то и прямоугольный. То есть 150 на 30, ой, 15 на 30 сантиметров. Точнее не скажу, не буду брать, но вот примерно размер такой же. Притом у меня, это, кстати, фирма Фрея. Вот чёрный фон, я его не выкладывала камнями, он изначально, полотно было выкрашено, или что это, как назвать, я не знаю даже. То есть я выкладывала только вот эту рамочку, самый иероглиф и рыбок. То есть фон, он не выкладывается. А у человека там вообще всё, сплошная мозаика. Вообще всё, включая фон, всё-всё-всё. При этом заказ был сделан на Алиэкспресс у человека и стоил 300 рублей. У меня полторы тысячи и покупался вживую в магазине. При этом у человека в наборе был пинцет, лоточек для мозаик, для камушков. И такая квадратная штучка, которая на деле является клеем. И такая ручечка, ну я не покажу. То есть, не в прямом смысле ручка, а как обратная сторона вязального крючка. И вот ты им тыкаешь, значит, вот этот клей, чтобы клейкой стало основание. Потом этой ручечкой на мозаику, а потом на холст. И вот очень удобно таким образом наносится. Это за 300 рублей набор. У меня был только лоточек, пинцет, ну и, собственно, сами камушки с тканью. И вот вообще, если я когда-нибудь соберусь сделать еще одну алмазную манайку, то, что вряд ли, то я буду заказывать точно в Алиэкспрессе, а не покупать вживую в магазине, потому что я считаю это разорение какое-то. Ну, чем я закончила? А, да, я загорелась. Тоже захотела, закричала, я тоже так хочу. И вот человек выложил за три дня, то есть увлекая до такой степени, что прямо невозможно оторваться. А мне можно было оторваться, поэтому я месяц страдала. Значит, что меня не очень вдохновило. Я, как умная Маша, посмотрела видео с инструкцией, как нужно укладывать алмазную мазайку. И там сказано, что нужна защитная пленочка. Вот, кстати, еще защитные пленки. То есть мне еще понравилась Алиэкспрессовская тем, что там была пленка такая, она перекрывала рисунок. То есть сегодня было видно. Интрига. Круто. Я люблю интригу. А у меня была прозрачная пленка. Никакой интриги. Это нехорошо. Я люблю интригу. В общем, я отлеглась. Нужно полосочками постепенно отрывать, ой, не отрывать, а отодвигать пленочку защитную. И само полотно, на него уже нанесена клейкая основа, но уже клейкая. И пинцетом или ручкой на него наносятся камушки. По рисунку. И вот так вот заполняется полностью тот участок, который вы освободили. Когда вы ее заполнили, вы отодвигаете еще на чуть-чуть, и так пока полностью не выложите. Меня это смущало, потому что вот вышивки, я, как правило, беру любой мне понравившийся участок, беру любую нить, и начинаю махать иглой. И мне вот это нравится, свобода. А здесь ты очень сильно ограничен, к тому же высыпаешь эти камушки на лоточек и поделенного цвета, и выкладываешь. А камушки должны идти друг за дружком, иначе могут возникнуть право-белые, или наоборот, получится излишняя тисканита. И если между первым и третьим камушком вы потом попытаетесь втиснуть второй между ними, он может не войти, а вы будете давить, давить, иначе такой... Вот, поэтому приходилось иногда... Я пинцетом из пакетика буквально один камушек вытаскивала, значит, клеила, а потом другой цвет, и так... То есть лоточком я пользовалась, когда там от трех больше камушек надо было наложить, и вот так. И еще одна проблема, это то, что они высыпаются на точек, не той стороной, которая вам надо. И в том видео было сказано, что нужно его так тынь-тынь-тынь пальцем подрыгать, и они перевернутся. Я сначала с этим заморачивалась, и потом как-то, ну вот прям устала я над мозаикой работать, и я тяжко так вздохнула, как говорит моя мама, мама как коровушка степла, и я очень тяжело вздыхаю, когда вздыхаю. И у меня хоба, и все камушки, которые там лежали, они словно по мановине у лучшебной палочки привернулись. Это было круто, и с тех пор я перестала страдать фигнёй, и я стала просто на них дуть, когда не надо было их перевернуть. Порой не очень получалось, они просто отлетали к концу этого лоточка, я их пинцетом переносила на начало лоточка, и опять они их дула, и они уже переворачивались. Ну, немножечко так замороченно. Кроме этого, очень много этих камушков в пакетиках дефектных, то есть то какое-то пятнышко на них, то они задвоенные, то обратная сторона не плоская, поэтому она не приклеивается к основе. Но вы не волнуетесь, если вы решите выложить алмазную мозаику, там их очень сильно запараться, у меня больше половины осталось, и я не знаю теперь, что с ними делать, потому что, как бы, никуда не приспособить. Ну, как бы, получается, что я в этом видео обхаривала, этот вид рукоделия, но вы меня не слушаете, каждому свое, мне ближе вышивка нитками. Вот я сейчас пробую вышивку бисером, и мне кажется, это что-то похожее с мозаикой, потому что, тоже все выкладывается льдами, и, как бы, и тоже, еще он как камушек, и вот, много общих черт, ну, и много отличий. В общем, я сейчас пробую все подряд, я опять отвлеклась от темы. В общем, получилось так, что я вроде как обхарила этот вид рукоделия, но вы меня не слушаете, каждому свое, мне просто ближе вышивка и клой, и, ну, а кому-то, может быть, ближе с вами по номерам, еще кому-то ближе, именно вот обмазная мозаика, там, третий предпочитает бисерную вышивку, то есть, сколько людей, столько мини, и, на самом деле, хоть и кажется, что я говорила преимущественно о недостатках, но, на самом деле, это не так уж плохо, мне даже в чем-то понравилось, особенно, когда вот, надо много камушков одного цвета выкладывать, сидишь, обувишь кайф, прямо вот, зависаешь, как говорят, что-то залипаешь на этой теме, и прямо оторваться сложно, но вот да, когда много нужно выкладывать разными цветами, это немножко в разы меня приводило, но ты меня, у других может быть иначе, поэтому, несмотря на мой отзыв, не стесняйтесь пробовать, заказывайте на Алиэкспрессе, берите попроще варианты, чтобы потом не жалейте потраченных деньгах, и у меня на этом все сегодня, до скорых встреч, я надеюсь, в следующий раз мы с вами увидимся, когда я буду рассказывать вам уже о книгах, потому что, я сейчас читаю серию Гарри Поттера, и уже на Кубке огня, поэтому думаю, через неделю, максимум через две, самое далекое, я с вами снова буду говорить о книгах.